В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». КВН Эстония открывает новый сезон. 11 марта состоится первая игра клуба веселых и находчивых. По этому поводу мы пригласили к нам в студию руководителя КВН Эстонии Максима Волкова. Максим, доброе утро. Доброе утро. Поздравляю с открытием. Во-вторых, сезон-то вроде бы как бы уже открыт. Накануне состоялась игра уже первой лиги. Если быть совсем точным, у нас на этой неделе, вернее, на минувшей неделе, в субботу, открылся, ну, будем так сказать, сезон и высшей, и первой лиги. Мы провели первое большое мероприятие, большой фестиваль, который, в общем-то, больше ориентирован на наших, действительно, новичков, на наш учебный турнир, который проходит в Линдакиве. Ну, были там наши ветераны, все было, так сказать, представлено в полном спектре. И, наверное, это самое интересное, самое важное мероприятие с точки зрения вообще того, что нам ждать в наступающем году, по той простой причине, что неизбежная смена поколений происходит, все-таки игра молодежная, как ни крути. Отрадно, что у нас приняло участие 15 команд, и очень много было новых команд, команд школьных. И, знаете, если можно, пользуясь случаем, выражу огромную благодарность организаторам поинтересов таллиннских и не только таллиннских школ, поскольку появились у нас команды из Ластамяевской гимназии, команда из Паевской гимназии, из 53-й школы, из Мустамейской реальной гимназии, из Солдинской гимназии, из города Нарва. То есть, это такая большая кропотливая работа, которую можно было результат увидеть на сцене в Линдакиве в минувшую субботу. Потрясающе, хотя три часа длилось мероприятие, никто не уходил из зала, на одном дыхании прошло. Так что с отличным настроением мы вступаем в сезон, и в высшей лиге, конечно же, ждем от наших участников еще большей самоотдачи. Высшая лига. Вот кто на сцене будет выступать 11 марта? Мы постарались, знаете, как бы задача все время не только радовать хорошим юмором и качественной сатирой, но и чем-то удивлять новым. И, наверное, самое главное, что всегда ждут от нас зрители, это то, кто будет играть в наступающем сезоне. И нам отрадно то, что, с одной стороны, удалось сохранить наших ветеранов, наши лучшие кадры, в частности, команда «Лобстер» от смеха выйдет на сцену. Это замечательная монокоманда, которая состоит из одного человека, который, ну, просто фантастические вещи вытворяет на сцене. Спасибо Виктору, что снова он выйдет в сезон, хотя, честно говоря, казалось бы, творческие силы должны поиссякнуть. Все-таки немолодой уже человек, но, тем не менее, здорово, что он с нами. Команда «Таллинская апельсиновая абсурд». Замечательный абсурдный, интересный, самобытный юмор. Хотя тоже, ребята, далеко не школьники уже, но взрослый юмор, он, в общем-то, в высшей лиге и ожидаем. А что касаемо наших гостей, ну, во-первых, хочется порадоваться за то, что нам удалось договориться с одним из самых, ну, именитых таких явлений в КВН. Это со сборной РУДН, которая приедет к нам в эту субботу, для того, чтобы принять участие как раз-таки уже в сезоне. То есть не просто гостевое выступление, а какой-то фестиваль. И весь сезон с нами будет сборная РУДН, та самая команда, которая... Из Москвы? Из Москвы, разумеется. Та самая, которая в прошлом году играла в высшей лиге, принимала участие в «Гласящий Кевин» в этом году. Также в телевизионной лиге играет Международного союза КВН. Так что, ну, самый интересный вызов у нас ожидается. И еще коллектив из Республики Беларусь. Одна из сильнейших команд этой страны. Команда называется «Одна такая». Для нас она пока что еще терра инкогнито. Но, поверьте, команда сильная хотя бы потому, что в прошлом году она стала чемпионом одного из самых сильных турниров в самой Беларуси. Ну, а это как бы лучше, на мой взгляд, лучшая рекомендация. Команды из Беларуси у нас уже давно играют. И они полюбились уже нашему зрителю. Я не думаю, что эта команда, новая команда, которая приедет, как-то будет отличаться в худшую сторону. Ну, открою небольшой секрет. Прежде чем команды пригласить, которые, что называется, без имени, потому что когда РУДМ, тут как бы вопросы все сняты. А когда приглашаем команду, которая еще терра инкогнито, мы просматриваем очень много. И я иногда езжу живьем посмотреть, как команда выступает. Просматриваем видеозаписи, чтобы понять, насколько творчество команды соответствует ожиданиям таллинских зрителей. Ну, и, в общем-то, в большинстве случаев оказываемся правы. Но в прибывшие команды запоминаются и остаются и в сердцах болельщиков, и ждем их новых приездов. Так что я думаю, что и эта белорусская команда не подкачает. Так что в субботу открытие сезона будет просто фантастическое, по-моему. Будем ждать игры. Максим, а тема есть какая-нибудь? Тема у нас очень правильная в том смысле, что 11 марта, это вроде как рядом с 8 марта, а вроде чуть позже. Так что это мы назвали запоздалое поздравление. Так что поздравление будет, хотя и чуть позже. Так что приходите, не только, уважаемые женщины. Все те, кто любят юмор, те, кто любят хорошо провести время, те, кто хотят получить позитив и потрясающее настроение. Ждем весеннего юмора от КВНщиков. Спасибо, Максим, удачи. Спасибо. Информационный блок «Добрый утро Талин» подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях был руководитель КВН Эстонии Максим Волков.